Утром сегодня Песков заявил о том, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Сергей Олегович, почему такие заявления делаются? Просто повышение ставок, как вы считаете? Вот эти все нагнетания, вот эти вот удары массированные по Украине со стороны Запада, мы видим, возможно, разрешение на использование дальнобоя по территории Российской Федерации. Здесь Россия, видите, говорит уже, что заморозка по линии боевого столкновения – это то, что Россия не будет, судя по всему, рассматривать. Кажется, что ситуация очень сильно накаляется, и начало происходить как раз это после выборов Дональда Трампа. Вот к чему мы движемся? Мы говорили с вами в прошлый эфир о возможных переговорах или консультациях, а такое ощущение, что мы в противоположную сторону движемся. Нет, это не так. Это не так, потому что, во-первых, я являюсь официальным переводчиком с языка Пескова на язык нормальных людей. И я всегда говорю, что Пескова очень легко интерпретировать и очень легко переводить. Надо просто всегда менять знак на противоположный. То есть если Песков говорит, что Россия не заинтересована, значит, на самом деле Россия заинтересована. То есть мы возвращаемся опять к той же самой теме, на которой говорили, что Россия хочет заморозить эти военные действия, хочет заморозить по линии фронта. И разговор идет о тех же самых переговорах. Но вы сами понимаете, что переговоры готовятся. Когда вы выходите на переговоры, вам надо максимально иметь сильную позицию для того, чтобы на них переговариваться. Они увидели, с кем теперь им придется переговариваться. Им придется переговариваться с Трампом. Трамп это не Байдон. Трамп, у него есть очень много недостатков. Но самое главное достоинство Трампа, то, что у него есть ФБРЖ. И поэтому, когда он сядет за стол переговоров, он, во-первых, непредсказуем. Ну, по крайней мере, на самом деле он тоже предсказуем весьма. Но он такую себе картинку делает, как будто он непредсказуем. Точно так же, как Путин изображает из себя полосумасшедшего, который всегда готов нажать на красную кнопку. Что на самом деле, чего на самом деле нет. Вот. И все готовятся как раз к этим переговорам, но подготавливают свою переговорную позицию. То есть главное, чтобы выйти на эти переговоры к максимально сильной позиции. И ничего другого за этими заявлениями нет. Сегодня, 18 ноября, в Бразилии стартует саммит лидеров G20, где в том числе, как заявлено, будет обсуждаться российско-украинская война. По дороге туда, в Бразилию, Шольц написал в CTX, что Германия продолжит поддерживать Украину. Делегацию российскую возглавляет Лавров, не Путин, которого Бразилия была бы обязана арестовать по ордеру Международного уголовного суда. Но, тем не менее, говорят, что именно на полях этого саммита и глобальный юг, и Запад попробуют прощупать какой-то компромисс или, скажем так, контуры компромисса. Как вы думаете, могут быть приняты какие-то решения по Украине? Нет, никаких решений там принято не будет. Это вообще разговор ни о чем. Это тусовка, собирается народ попить шампанского и поесть черные икры. Или там чего дают латиноамериканского. Поскольку это в Бразилии, значит, все наденут белые штаны, и в Бразилии много-много обезьян, значит, посмотрят на этих обезьян и походят в белых штанах. Все, ничего другого этого нет. Это просто, это клуб такой же, вот как и Брикс. То есть, это ни о чем разговор. Большая двадцатка, это вообще такое, ну, это даже не объединение. То есть, это не, ну, хотя у него там есть какой-то оргкомитет, там чего-то, это, ну, вы сами понимаете, это такое. Приятное времяпрепровождение людям, которых не пускают в Большую семерку. Вот и все. Ничего другого здесь не будет. И когда собирается, грубо говоря, переговоры, это удачные переговоры, вы можете провести один на один. Удачные переговоры вы можете провести тройкой, четверкой, ну, семеркой, Большой семеркой. Да, вот все, что больше семи, уже это не переговоры, это уже тусовка. Это вот просто попить, там, ну, кто кока-колу, кто чай, кто шампанское, кто там эти самые. И смотреть на много-много обезьян и ходить в белых штанах. Вот поэтому там, конечно, никакого разговора не будет. Просто времени на это не остается. Потому что, ну, понимаете, что, вот смотрите, это математическая задача. Значит, факториал по два человека из двадцати. То есть, вот представьте себе, что каждый из людей должен встретиться со своим контрагентом из группы, которая состоит из двадцати. А на самом деле там даже больше, потому что там еще европейская Европа представлена там и так далее. То есть, на самом деле, там просто вот если взять даже эти встречи, они там по 15 минут под перевод. А это значит, hi, how do you do, все окей, у тебя все нормально, нормально, а у тебя, и у меня все нормально. Шампанского выпили, выпили, сделали сельфи, фотографию, улыбнулись, разошлись, следующий. Вот, это, знаете, как называется, спид-дейтинг это называется. Вот большая двадцатка – это спид-дейтинг. Вам дается пять минут, за пять минут вы должны познакомиться с человеком, значит, провести, сказать ему пару фраз и попытаться с ним чего-нибудь там зацепиться. Вот, но они, большинство из них друг к другу знакомы, вот кроме тех, кто кого-то там доизбрали до этого самого, или там переизбрали перед предыдущим собранием. Вот поэтому это разговор ни о чем. Смолток, шампанское и белые штаны, да? Сергей Олегович, но с другой стороны. Уже анонсировано, что Шольц и лидер Китая, Синь Цзиньпинь, планируют провести двусторонние переговоры. Запланирована эта встреча на 19 ноября, на утро. Обсуждать будут как раз войну в Украине и на Ближнем Востоке. И, кстати, вот, учитывая недавнюю активность Шольца, который позвонил Путину, и, кстати, этот разговор был раскритикован многими европейскими лидерами. По-моему, только Джастин Трюдо поддержал Шольца в намерении общаться дальше с Путиным, как-то переговариваться. Что вы думаете, ждете ли вы от этой встречи чего-то интересного? И тоже интересно ваше мнение по поводу этого звонка. Нет, ничего нет интересного ни в звонке, ни во встрече, ничего. Это разговор ни о чем. Ну, это как? Это дипломатия. То есть, каждый пытается... Для Шольца это, конечно, пиар, потому что у него там разваливается коалиция, у него на носу выборы в февральные месяцы, перевыборы. У него очень слабая позиция, поэтому внутри Германии он пытается использовать внешнюю политику для того, чтобы сделать вид внутри Германии, что он еще чего-то там значит. Да, что вот снимает трубку, что он там аж с целым Путиным может поговорить по телефону. И даже ему сказать, Володя, я ему прямо прямую сказал, вот как немецкая сторона изложила, я сказал, что не-не-не, я осуждаю твою войну, ты должен вывести войска. Вот прямо ему в глаза сказал, а Путин ему посмеялся и сказал, ну, Никтферштейн, вот, и пошел нафиг. Вот, то есть это все-таки, вы сами понимаете, что это не-не-не, и больше того, Шольц и Китай. Где Шольц, где Китай? Вот, и Китай, значит, Си Цзиньпинь, вот как и Путин, будет сидеть до смерти своей в Китае, а он знает, что Байден уйдет через два месяца, а Шольц уйдет через три месяца. И поэтому разговаривать не с Байденом и Шольцем сейчас ни о чем, никому, вообще никому, ни о чем. То есть Байден еще может принимать какие-то решения внутри Соединенных Штатов Америки, которые от него зависят первые. И он может принимать решения какие-то с партнерами, которые вот последнее время там в рамках Рамштайна или в рамках каких-то групп помощи Украины за последние там пару месяцев еще чего-то решить до прихода Трампа. Все остальное все сейчас сидят и ждут, когда придет Трамп. Трамп делать ничего не может, потому что он еще не действующий президент. Как только он начнет что-то делать, его поставят в тюрьму за узурпацию власти. Поэтому он там чего-то формирует в команду. Ну вот, значит, все обсуждали эту команду, которая не назначена. Все говорили, Трамп назначил там кого-то. Никого не назначил, он никого не может назначить, он не находится в Белом доме, он вообще никто. Его еще даже выборщики не избрали, они только 17 декабря. Вот повторять постоянно надо, 17 декабря Трампа только изберут первый раз, потому что в Америке нет прямых выборов. Никаких выборов 5 ноября не было. То есть были, определилась коллегия выборщиков и ее голосование. Но это голосование будет 17 декабря еще месяц ждать до этого дела. А потом еще только 6 января будет утверждение, а потом 20 января вступление в должность. До этого бессмысленно вообще говорить о том, что там делает Трамп. Он ничего не делает, он делает свою команду, он готовится к вступлению в Белый дом. Но сделать он ничего не может, вообще ничего не может. Ему запрещено законом это. Он никто, он не президент, президент Байден. Вот. И соответственно, ну все знают, что президент Байден последние два месяца, поэтому что с ним разговаривать, если следующий президент будет все отменять и разговаривать совсем по-другому. И с Шольцем, черт с ним разговаривать, если через три месяца в феврале у них перевыборы, 23 февраля на день Советской Армии. И чего с ним разговаривать, если опять же понятно всем, что Шольц, скорее всего, в этой коалиции будет самое слабое звено. Вот. Так что, в общем, шампанское, белые штаны и много-много диких обезьян. Вы сказали фразу, на которую обратила внимание, что Син Цзиньпинь, как и Путин, будет при власти до конца своей жизни. Звучит очень пугающе. Ну, это так, это диктатура. Потому что Син Цзиньпинь тоже изменил, кстати, вот эта вещь, которая, кстати, погубит Китай. Потому что Китай до этого... Почему Китай был сильным? Сильным стал Китай после Дэн Сяопина. Когда они стали делать ставку не на идеологию, а на экономику. И они договорились, что руководство каждые 10 лет обязательно меняется. И Син Цзиньпинь полтора года назад, почти скоро, ну, два уже года назад, изменил этой традиции и сказал, что нет, я все это дело, значит, считаю неправильным. Под ручки вынули прямо из президиума Ху Зин Тао, который пытался сказать, что все это неправильно, вот, вывели из зала. И Син Цзиньпинь сказал, теперь у нас опять тоже экономика не главная, главная идеология. Вот, и сказал, что я буду сидеть до конца жизни, как и Путин, потому что ему понравилось, посмотрел, смотрите, у Путина до конца жизни, у Ким Чен Ын до конца жизни, у там, у всяких этих иранцев до конца жизни, Эрдоган до конца жизни, а я что, хуже Ник, что ли? Вот, и все, и это погубит Китай. Но вот это такая история с диктатурами, кстати, это губит Россию, то есть вот Путин молодой, он же говорил, если вы возьмете, он тогда еще был умным, в том смысле, что он тогда еще понимал, что такое власть, как власть убивает человека, как власть убивает руководителей страну. И он говорит, что 8 месяцев максимум, 2 срока максимум, я не собираюсь сидеть больше, потому что человек, который сидит больше, становится сумасшедшим и теряет всякую связь с жизнью. И это с ним произошло. Вот, так что и с Си Цзиньпиньем произойдет абсолютно то же самое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова